Он вернулся? Да, Ян-Ян вернулся. Эта девушка Конжэнь. Вчера видела его в ночном клубе. И сегодня ошибочно приняла вас за Ян-Яна. И оказалось, как вы и говорили, эта девушка выросла в деревне Мэй-Ти. Раньше ее звали Конжумо. Отследи, где сейчас Ян-Ян. Да. Я нашла. Спасибо. Конжумо, пора есть. Я иду. Конжумо. Похоже, ты меня не помнишь. Это все, что произошло тогда. Президент Лу. Вот это он потерял вчера. Ты уверена? Да, уверена. Президент Лу, контракт не был подписан вчера не по моей вине. Я уже знаю о ситуации. Что касается тебя, я тебя вызову. Выходи. Хорошо. До свидания. Сяо Ву. Ян-Ян не умер. С чего ты взяла? Я это знаю. Десять лет назад. Если человек мертв, должен быть труп. А тело даже не нашли. Но подтвердили, что Ян-Ян мертв. Вы сделали это, чтобы он не понес наказание? Об этом сообщили спасатели. Там было слишком глубоко. Мало шансов, что он выжил. Думаешь, я поверю твоим словам? Этот кубик десять лет назад принадлежал Ян-Яну. И когда сегодня Кончжень встретила президента Жуаня, он выглядел так, будто ничего не знает. С кем еще Кончжень могла перепутать Жуан-Джена? Конечно же, с ним. Время видел? Вставай давай! Пап! Вставай быстрее! Бегом! Сколько времени? Ну вот же, дай поспать. Кем ты работаешь? А? Ночами пропадаешь. Спишь весь день. Работаю в поте лица, зато это приносит деньги. Но ты еще ничего не заработал. Ты же вымотан. Это все мое вина. Папа! Хватит! Нет уж, послушай. Говорю, хватит сидеть на моих ногах. Мне кажется, ты просто хочешь поговорить со мной по душам. Ты даже не даешь шанса помочь. Давай. Я дам тебе шанс помассировать мне ноги. Вот. Ты вчера должен был пойти в больницу. Снова не пошел? И так много. Потратили денег на мое лечение. Я в порядке. Тогда почему мы вернулись? Разве не для лечения? С тех пор, как мы вернулись, мы уже столько потратили. Может, пойдешь к своему брату? У меня нет брата. Все еще упираешься? У тебя нет брата? Но ты продолжаешь держать у себя этот кубик Рубика. Хватит об этом. В конце концов, не беспокойся о деньгах. У тебя есть я. Завтра ты идешь в больницу. Я сам провожу тебя туда. Ясно? Хорошо, хорошо. Пойду приготовлю что-нибудь. Кубик Рубика? Кубик. Вот блин. Конджи, если ты пообещаешь мне найти владельца кубика Рубика из ночного клуба, я закрою глаза на потерю контракта и не уволю тебя. Повышу тебя и увеличу зарплату. Сестра, я нашел. Здорово. Конджи, бери кубик Рубика и пойдем. Надень это. О. Тебя тайны будут охранять. Не волнуйся. Ладно. Это точно, что полчаса назад Ян Ян появлялся в клубе? Да, это точно. Ускорься. Опереди Лу Юнь. Хорошо. Опереди Лу Юнь. Опереди Лу Юнь. Ускоряю. Опереди Лу Юни. Оперед Лу Юнь. Опереди Лу Юнь. Это точно. Опереди Лу Юни. Опереди Лу Юнь. Опереди Лу Юнь. Это она. Возможно, кубик у нее. Возможно, кубик у нее. Президент, кубик Рубика пропал. Но кто-то положил мне ключ-карту от номера. На нем написан адрес и номер комнаты. Кон Джейн, держи ключ, мы идем. Хорошо. Сестра, это здесь. Сестра, это здесь. Сестра, это здесь. Президент Лу, почему вы здесь? Ключ от номера ты потерял в клубе. Я дал ключ госпоже Кон. А вы зачем пришли? Этот номер не похож на то место, куда бы вы пришли, господин Джуань. Человек сам выбирает место для своего отдыха. Президент Лу, спасибо за ваши старания. Если на этом все, я хочу отдохнуть. Президент Джуань, вчера из-за вас было сорвано подписание контракта. Пока президент Лу здесь, прошу вас объяснить ей все. Президент Джуань, расскажите, что произошло вчера. У вас же нет провалов в памяти. Вчера я много выпил и играл в правду или действие. Позже меня позвали друзья, чтобы выпить. Что потом? Затем. Я случайно наткнулся на ваш столик. Увидел, как какой-то старик домогался до госпожи Кон. И преподал ему урок. Но почему за вами гнались охранники? Я поднял шум около вашего столика. Конечно, они преследовали меня. Хотите спросить, что было дальше? Потом. Потом я хотел спрятаться от охранника и прижал вас к стене. Я наклонился к вам и... Хватит! Президент Лу. То, что он сказал, в точности произошло вчера. Теперь вы слышали, что подписание сорвалось не из-за меня. Ты уверена? Я уверена. Президент Лу. Это я виноват. Иначе... Кто ещё это мог быть? Хорошо. В этом деле... Мы разобрались. Дальше это уже не твоё дело. Иди домой. Хорошо. Раз всё встало на свои места... Я... Ты всё равно не подписала контракт. Ожидаю уведомления об увольнении. Но за что? Президент Лу, мы же всё выяснили. Я же ни при чём. Президент Лу. Президент Лу. Президент Лу. Дорогой братик. С возвращением домой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова